здравствуйте дорогие друзья с вами Вадим Печерский руководитель компании rush in documentation center и по просьбе наших подписчиков после видео в котором говорится о сопроводительных документов для путешествий несовершеннолетних отправляющихся за границу сша это видео будет посвящено другим аспектам путешествиям не только несовершеннолетних детей но и международным и внутренним перелетом лиц с ограниченными физическими возможностями инвалидов которые путешествуют но в основном это будет речь идти о детях как обеспечить их безопасность как обеспечить свое спокойствие как подготовиться для отправки детей за границу если это видео вам интересно оставайтесь с нами подписывайтесь на канал и если оно понравится делитесь этим видео и ставьте нам лайки поехали как всегда по традиции должен сказать что я вадим печерский руководитель компании я не адвокат я не даю юридических советов в данном аспекте я выступаю как travel консьерж и лицензированный сертифицированный travel агент что же нужно сделать как лучше подготовиться если вы отправляете своих детей несовершеннолетних международное путешествие мы обсуждали что нужно сделать документ от родителей разрешающие им самостоятельный перелет что желательно сделать еще кроме покупки билетов и оформления этого документа если вы хотите купить себе спокойствие первое в моем рекомендованном списке это заранее зарегистрировать ребенка в посольстве сша в той стране в которой он направляется это первое почему чтобы в случае возникновения не дай бог какой-то критической ситуации или какой-то политической ситуации в этой стране посольство сша могло оказать свою помощь могло эвакуировать этого человека из зоны конфликта это по моему мнению важная информация где вы сообщаете в посольство что ваш ребенок будет находиться по такому-то адресу с такого-то по такое-то время и это первое в моем списке пункт номер два вы хотите что ваш ребенок всегда находился как минимум в зоне вашего контроля для этого существует множество различных программ что позволяет родителям видеть геолокацию своих детей программа которой пользуюсь например я эта программа 360 который дает мне возможность в любой точке мира видеть геолокацию моего ребенка это второе в списке номер три когда вы приехали в аэропорт если вы заранее не побеспокоились об этом мы рассказывали предыдущих видео об одном из видов ускоренного и облегченного прохождения границы рекомендую все же задуматься над этим вопросом есть основные три программы которые помогают вашему ребенку или вам пройти паспортный контроль пройти security контроль в ускоренно облегченном режиме это global entry это у меня стоит в списке номер один это ки сэй при чек это номер два и программа clear это номер три какую же программу из этих трех выбрать тут может быть учитываться различные факторы цена скорость оформления и так и далее я считаю оптимальным читается для меня global entry это дает во-первых оформляет на себя это дает мне возможность более облегченном режиме проходить контроль а также если я путешествую своим ребенком она автоматически попадает по эту программу также за те же деньги что вы платите за global entry туда уже входит ки сэй при чек это занимает больше времени на сегодняшний день это может и полгода забрать требует вашего личного присутствия на интервью если вы хотите более подробно ознакомиться с различным программ посмотрите наши видео посты которые посвящены этим проблемам а для меня лично который отправляет свою дочку за границу это существенно я посмотрев на ее чемодан помогая паковаться первый раз увидел такое количество электроприборов которые мой ребенок берет с собой в путешествие после посещения только магазин электро товаров наверно находится на первом месте по ассортименту это и фен и для выравнивания волос какая-то ужасная штука и для закручивания волос что больше напоминает для меня орудие пыток нежели чем что-то что используется для волос поэтому многие электриборы нужно доставать а если вы имеете global entry вы проходите как говорится на легке не доставая ни компьютер не телефон не батарейки не подзаряжающее устройство из чемодана считаю что это облегчает проход и дает возможность вашему ребенку не опоздать на рейс что же еще можно сделать чтобы дать себе спокойствие приехали вы в аэропорт если вы сопровождаете инвалида или вы сопровождаете малолетнего несовершеннолетнего ребенка вы можете на стойке регистрации попросить пропуск который дает вам возможность пройти с вашим ребенком и проводить его до посадки я считаю что достаточно важная вещь чтобы убедиться что ваш ребенок действительно улетит и улетит на том рейсе не повторяя ситуацию который нам известно в фильме дома 1 какой еще может быть момент который поможет вам спокойнее себя чувствовать следующий пункт если ваш ребенок несовершеннолетний скажем или он там 5 10 15 лет я не знаю в каком возрасте вы отправляете своего ребенка и ребенку требуется пересадка в аэропортах вы можете в авиалинии заказать сервис по сопровождению это работает как для несовершеннолетних так и для людей с ограниченными физическими возможностями сотрудник обычно это сотрудник авиакомпании которые отвечают за то что он проводит вашего ребенка или вашего родственника от ворот где вы приземлились где он приземлился до следующего рейса пересадки иногда некоторые аппорты например как в лондоне многие рапорты это вы приземляетесь в одно место вылетает нужно другого места и там очень может быть все непонятно что многие рапорты действительно напоминают как город который нужно пересечь с одного конца на другой следующий момент прилетел ваш ребенок уже в точку назначения есть сервисы и мы сделаем снос очки чтобы вы имели примеры какие сервис можно заказать во многих городах аэропортах европы есть сервис по сопровождению ребенка встречи ребенка на момент прилета если аэропорт скажем сумасшедший загружен или ребенка например многие делают по прилету нужно сделать тест на коронавирус то это значит что ребенок должен пойти из одного места в другое место и потом только забрать багаж и выйти уже к своему транспорту специально агенты встречают вашего ребенка на прилете и они проводят вашего ребенка до того момента где он заберет свои чемоданы сдаст тест на коронавирус и в ускоренном что немаловажно режиме в облегченном режиме этот агент сопровождает его на паспортно-визовом контроле то есть ваш ребенок сопровождением этого человека будет проходить границу гораздо быстрее а по моему личному мнению моему ребенку уже 16 лет я посчитал что данная услуга в моем конкретном случае она неоправданно дорога поэтому я пошел более экономным способом я взял карту я взял видео мы с моим ребенком по видео прошлись как ей туда идти слава богу сегодня технические возможности google map и все остальное видео аэропортов позволяет проложить этот маршрут без привлечения третьего лица прилетел ваш ребенок прошел к транспорту с транспортом тоже есть у вас выбор вы можете заказать естественно убор такси так далее так далее я мое мнение что для безопасности ребенка я предпочитаю один из двух вариантов я предпочитаю чтобы например если ребенок останавливается в гостинице то чтобы мое чадо забирал транспорт из этой гостиницы я знаю кто приедет когда приедет у меня больше спокойствия какой человек и от какой организации будет ее забирать второй момент тоже мы сделаем сноточку под этим видео существует по всей европы сеть компаний которые заслуживают доверия там проверенные водители которые проверяются не только на наличие криминального рекорда но они постоянно проходит проверку также и на различные другие правонарушения наркотики алкоголь сексуальное домогательство и все остальное и вот вот такие компании которые осуществляют встречи именно в аэропортах и отвоз я рекомендую пользоваться надеюсь что эта информация была для вас полезна шикарного путешествия вашим детям родственникам а вам неплохо оставаться дома с вами был вадим печерский ваш travel консьерж